Меня зовут Регина, да, я об этом уже сказала. Наше агентство, в общем, пока скажу, что мы как агентство работаем с крупными коммерческими структурами, с хорикой, с госструктурами, с фэшн-брендами и так далее. Здесь, как примеры, приведены наши госпроекты. Мы входим в топ-88 агентств России и получили награды в сфере продвижения госструктур. С чего начинается любая работа, это из раза в раз, каждый раз я повторяю, всегда с постановки цели. Если вы собираетесь выходить в соцсети, поймите, зачем вам это нужно, какую цель вы преследуете, кто ваша аудитория и так далее. Установка цели – первая задача. Цели могут формулироваться по-разному. Как правило, это есть информирование о ваших новостях, акциях, о вашей специфике, о вашей миссии и так далее. Бизнес-цель – это все, что связано с коммерцией, следами, совершением покупки и так далее. Если говорить, например, о продвижении университета, то цель – это абитуриент. Это в данном случае, по сути, бизнес-цель – работа с обратной связью, негативом, благоприятные имиджи, другие пиар-цели, формирование определенного образа. Вы можете фотографировать слайды. И HR-цель – это, скорее, свойственно крупным брендам, крупным структурам, то есть формирование HR-образа для потенциальных сотрудников. Будет хорошо, если в рамках своей работы вы проанализируете свои цели и поймете, что для вас приоритетно. Также мы исследуем аудиторию, ваши возможности, аудиторию и конкурентов. В данном случае вам нужно понять, чем вы отличаетесь от конкурентов, что бы вы хотели показывать своей аудитории. Сейчас подробнее об этом. И какая у вас аудитория, чем живет, о чем мечтает, что для нее важно и так далее. Продумайте несколько конкретных портретов, которые будут вашими главными целевыми образами. Иногда в разных соцсетях у вас разный портрет целевой аудитории. И на кого подписаны пользователи? Раньше был блог «Интересное» в Instagram, который помогал узнать, какие публикации лайкает ваша аудитория. Сейчас уже такого не будет. Ну, а, например, скоро появятся новые вкладки в Instagram, которые показывают, кто наиболее активен на вашей странице. Вы сможете заходить к ним и смотреть, какой формат контента им нравится больше всего, на какие другие сообщества они подписаны. Сейчас покажу, как предметно делать такой анализ. Вы рисуете таблицу, тоже можете сфотографировать, для того, чтобы сформулировать несколько портретов аудитории и проработать их характеристики. Портрет звучит так. Например, молодая девушка, которая увлекается фотографией, в свободное время, например, ходит в кино. Читает книги таких-то авторов и так далее. Чем подробнее вы опишите такой портрет, тем лучше. Мотив – это то, для чего он может быть подписан на ваше сообщество и взаимодействовать с вами как с брендом, как с организацией. Инсайт-барьер – это то, что может остановить его от совершения покупки, например, или от взаимодействия с вами. Какие-то мифы, может быть, которые связаны с вашей организацией. И инсайт – это некое озарение, которое может быть связано у человека с совершением условной покупки у вас. То есть как бренд Акс все время, например, показывает не то, что вы будете пользоваться дезидорантом, а то, что вы будете привлекательным, например. И, в принципе, в их рекламных кампаниях всегда прослеживается, что они заходят через более глобальную историю про гигиену. Ресурс бренда – это то, что коррелирует с мотивами этой аудитории и отзывается у них. То есть, например, человек любит такой-то кофе, и у вас он есть. Ваш ресурс, например, это классные бармены, например, бариста, или, например, особый кофе, допустим. То есть вы можете продумывать, какой у вас ресурс бренда в рамках взаимодействия с этим портретом. Ключевое сообщение – это то, что на основе вот этой таблицы рождается. То есть вы говорите, у нас есть кофе Эфиопия, например, или мы входим в топ вузов, например, если речь о вузе. Какая у вас специфика, где вы работаете и что вы планируете продвигать? Кто-нибудь может привести пример, чтобы я могла более точечно приводить свои примеры? Все только институты. То есть в данном случае, как правило, аудитория абитуриенты, родители абитуриентов, и, может быть, экспертное сообщество тоже можно брать как одну из аудиторий. Как правило, одни вузы подписаны на другие, одни институты на другие, все смотрят друг на друга. И в каждом случае работает разная история. То есть для родителей это, скорее, инсайт про гордость, про то, что, может быть, ваши дети исполняют вашу мечту учиться в таком-то вузе или стать, наконец-то, условно, медиком или юристом, например, и так далее. То есть для одного портрета сработает такой инсайт и такой ресурс бренда, например, бренд с 200-летней, ой, университет с 200-летней историей и так далее. Либо мы входим в топ-вузов мира и так далее. А для кого-то, может быть, это близость к дому. Это тоже нормально. Ключевое сообщение. Площадки, на которых это можно транслировать. То есть, условно, одна аудитория обитает скорее в Инстаграм. Экспертное сообщество может быть в Фейсбуке и Твиттер. Ребята, например, абитуриенты, школьники могут быть в ВКонтакте, например. Рубрики, которые из этого рождаются. Собственно, так и делается рубрикатор. Вы понимаете, что вы хотите сказать и каким образом вы можете это сказать. И инструменты продвижения. Как правило, они основные. Про них проговорим позже. Таргетированная реклама, конкурсы, лидеры мнения. Это основное. Пример сейчас будет. Пример на... Это пример сообщества Министерства дела молодежи, который мы ведем с самого основания министерства. Условно я также набросала по такой же таблице три портрета. Активист, молодая девушка, то есть любой типичный образ молодой девушки и творческий парень, например. И если активист – это самый лояльный к организации человек, который в любом случае подпишется, в любом случае будет взаимодействовать, хочет быть в курсе всего и иметь ко всему прямое отношение, инсайт в том, чтобы чувствовать причастность, ресурс бренда в том, чтобы выкладывать, ну, вообще все на свете, мероприятия, заслуги, открытые конкурсы и так далее. Ключевое сообщение – мы обновляемся, мы идем ногу со временем, гордись нами, мы про тебя помним. Площадки, на самом деле, в данном случае используются все, потому что портреты почти все обитают везде. Тут можно брать тот же YouTube и так далее. Рубрики тоже все, репортажи, интервью с молодежью, обзоры и инструкции, и прямые эфиры. Инструменты в данном случае даже не требуются, они сами узнают о существовании аккаунта, сами на него подписываются и так далее. Второй портрет – это условно молодая девушка. Это максимально широкий портрет. То есть живет обычной жизнью, хочет делать маникюр, пьет кофе с подружкой. То есть это максимально широкий образ. Мотив хочет узнавать новое, она не так активна, как условно активист. Инсайт в том, что думает, что к этому имеют отношение только активисты, опять же, ресурс инструкции, гиды, открытые конкурсы, обзоры новых мест, другая полезная информация. Ключевое сообщение в том, что здесь есть возможность для каждого. Смотри, вот мы выкладываем, ты можешь участвовать в рубрике, инструкции, гиды, истории успеха, обзоры, инструменты продвижения. То есть как раз на эту аудиторию можно, эту аудиторию можно идти через различные инструменты, например, через блогеров, через таргетированную рекламу, через конкурсы. Творческий парень, условно, некий парень, который сидит дома, играет на гитаре, может быть, он немножко настроен скептически по отношению к государству, думает, что это барьер, думает, что все куплено, или что все только для активистов, а на самом деле нет, и это то, что мы ему проговариваем. Просто попробуй, вот инструкция, то есть на примере других ребят, как раз историю успеха других ребят, можно показать, что человек не имел отношения ни к чему, просто попробовал и просто где-то победил или получил деньги и так далее. По такому же принципу вы тоже можете написать свои портреты и написать о том, как бы вы с ними взаимодействовали. Затем исследование конкурентов. Конкурентов или смежных брендов. Как правило, находим любой даже топ, наверное, в который мы сами входим условно, как институт, как университет, и смотрим, кто идет над нами. Ну и после нас тоже, наверное, можно посмотреть. Но самое главное – смотреть мировой опыт, смотреть тех, кто лучше. Это делается не для того, чтобы их копировать, а для того, чтобы делать лучше, чем они. Когда кто-то уже что-то сделал, задача попытаться сделать лучше, потому что они тоже условно завтра будут делать уже что-то новое. Здесь нужно обращать внимание на визуальное оформление, на рубрики, на частоту публикаций, на то, как это отражается на реакции пользователей, на числе подписчиков. Среднее число лайков, общий вывод. ИАР – это формула, которая определяет вовлеченность пользователей. Можете посмотреть, загуглить формулу, потому что она для каждого разная, то есть где-то 3-4 формулы существуют в высчитывании ИАР. Можете определить для себя, какой формулой вы пользуетесь, и сравнить свой ИАР и ИАР конкурентов. Важно посмотреть мировой опыт, фейсбучные страницы и так далее. Посмотреть, кто где представлен, каким образом и какие интересные механики он использует. Что с этим всем делать? Рубрикатор и способы продвижения рождаются через вот тот самый анализ аудитории, и список преимуществ конкурентов и их упущений дает вам возможность сделать лучше с учетом их ошибок. То есть минусы тоже важно учесть. Медленно отвечать на вопросы, неуместный дизайн, медленно, там, редко публикует посты, или слишком часто, или некрасивые сторисы и так далее. Посмотреть, кто делает лучше, и равняться все-таки на них. Далее переходим к контенту. Каким бывает контент? На самом деле нет никакой теории о том, каким конкретно бывает контент. То есть нет никакой книги об СММ, большой энциклопедии, которая рассказывает, каким бывает контент. Условно мы можем сказать, что он может быть визуальным, текстовым и так далее. Я написала так, что он скорее информационный, развлекательный, то есть с разных сторон можно характеризовать контент. Выявляющий обратную связь, обучающий, стимулирующий общение пользователей. Это скорее как раз свойственно госструктурам, организациям, некоммерческим организациям, в том числе образовательным структурам. Примеры. Вы можете дополнять их сколько угодно, можете себе, например, выписать блокнот и дополнять на основе вашей специфики информационные, это репортажи, факты, интересные цифры, новости, обзоры событий и так далее, опять же, в зависимости от вашей специфики. Опять же, и на основе того, что увидели у конкурентов. Может быть, вы увидели у них интересную рубрику и подумали, как это скорее ложится на вашу специфику, на ваш проект. Обучающий. Ваш опыт, который может повторить подписчик. Тут речь о том, конечно, чтобы не заменить вас, а для того, чтобы дополнить или сделать что-то смежное. То есть, условно, если привести другой пример, например, мы ресторан, мы не должны публиковать рецепт приготовления своего же блюда. Но если мы, например, FMCG бренд, какой-то продукт, то мы можем рассказать, как из него приготовить еду или лайфхаки, связанные с этим продуктом. Ваш опыт, который может повторить подписчик. Обзор полезных ресурсов для подписчиков. На самом деле, суперпопулярная тема. Странно, что она до сих пор живет, но ее всегда активно сохраняют. Если вы даете спискам что-то полезное пользователям, они этим пользуются. Если это список полезных сайтов, или если вы учитесь, например, на юриста, какими сайтами пользоваться для того, чтобы вам было проще жить, например. Телеграм-боты для юристов, телеграм-каналы и условные, и так далее. Это всегда пользуется популярностью. Люди любят сохранять списки. Ваши советы. Может быть, советы ваших экспертов. Хотя это будет в отдельной рубрике тоже. Прямые эфиры с ответами на вопросы. Развлекательно, вовлекающий. Это тематические истории, комиксы, развлекательные видео. Про это все чуть-чуть будет попозже. Побольше об этом. Загадки, головоломки, поздравления, тесты, опросы. Люди, как ни странно, по-прежнему любят гемифицированный контент, интересный, который как-то, может быть, выявляет их особенности. Примеры из нашей практики, условно, в кафе «Хинкальное» мы делаем головоломки с «Хинкали» и там «Мацони Хачапури». В школе робототехники мы тоже делаем ребусы, например. В «Мэрии Казани» мы делали вот такого формата загадки. В бренде цветочном мы в клумбе выкладывали силуэты цветов для того, чтобы люди угадывали и так далее. Все, что угодно, в зависимости от вашей специфики. Так как ваш контент сам по себе должен быть, наверное, образовательным, обучающим он тоже может быть через тесты, через вот подобное. Просто голосование для того, чтобы выявить, кому что больше нравится между борщом и харчо, например. В день, по-моему, в какой-то специфичный день грузинский мы рассказывали, чем Грузия знаменита, например, за что мы любим Грузию в сторис. Или в день грамотности мы делали тест, скорее, грамматический и так далее. Вы можете в зависимости от вашей специфики это использовать. Можно посмотреть примеры «Авиасейлз», «Мегафон». Они на глобальном уровне делают интересные штуки. Тут зависит, опять же, от ваших ресурсов. Не у каждого, почти ни у кого в штате нет мошен-дизайнера, поэтому лучше обходиться какими-то инструментами сторис хотя бы. Выбор тем для рубрикатора зависит от специфики организации ее ресурсов, опять же. То есть, если у вас классная команда, которая может о чем-то рассказать, почему бы это не снимать, даже на телефон, на видео. То есть, рубрика с полезными советами, в которой участвуют, например, сами ваши преподаватели. Выбор площадок зависит тоже от вашей специфики. Как представлена Россия в социальных медиа, как ни странно, на самом большом, на первом месте ВКонтакте и Ютуб. Далее, одноклассники, но они обходят Татарстан. Они есть в других регионах, их нет в Москве и нет в Казани. Но, например, мы работаем с Иктывкаром, Тамбовом, Красноярском. Там одноклассники работают отлично, и таргет там стоит очень дешево. Рублей за 500 мы охватываем просто бешеное количество людей. Одноклассники, скайп, ватсап. Понятно, какого возраста аудитория составляет вот эту статистику. Инстаграм примерно на том же уровне, чуть пониже. Речь о том, что мы представлены почти везде, если говорить о России. ВКонтакте и Татарстан на пятом месте. И вот, по-моему, это 2019 год. Вот такая статистика выдается у Brand Analytics. Инстаграм. Мы на шестом месте. Ну, вот на первом месте Москва даже по количеству. ВКонтакте вы можете просто сфотографировать. Это скорее чек-лист, что нужно учесть, когда вы создаете, например, с нуля сообщество ВКонтакте. И что можно использовать. Что нужно продумать. Хэштеги. Лучше не использовать больше трех хэштегов ВКонтакте под публикациями, потому что они просто дальше не работают. Навигационное меню. Не очень модная штука, но по-прежнему функциональная. Статьи, кстати, очень полезная штука. Динамическая обложка. ВКонтакте вот тоже можете сфотографировать приложения, которые помогают делать эту динамическую обложку. И можно включать и выключать комментарии от имени сообществ. Историс. Комментарии от имени сообществ. То есть, например, Индея выпустили какую-то новость, и вы, как представитель своего института, пишете какой-нибудь комментарий. Например, речь вот об этом. То есть сообщество пишет комментарий. Это тоже слайд с подсказками. Можете использовать, чтобы быстро отвечать на вопросы. Чтобы отслеживать, кто сбежал. Можно, конечно, писать им вдогонку что-нибудь. Но в целом это для того, чтобы понимать, после какого контента уходят люди, и кто конкретно уходит, и что им может не понравиться. Может быть, это девочка, у которой три подписки просто, и она строго за этим следит в ВКонтакте. А может быть, ее что-то оттолкнуло. Может быть, вы подняли какую-то тему, которая ей не нравится. То есть, можно так вручную отслеживать и отсматривать. Задача аккаунта в соцсетях отвечает запросам пользователя. Иногда бывает, что мы, например, с точки зрения SMM, с точки зрения экспертного сообщества, можем делать не такой уж классный контент. Может быть, он будет примитивным или не таким красивым. Но если он решает условно бизнес-задачи и другие задачи бренда, значит, все происходит правильно. Поэтому иногда сообщество может быть не таким красивым, как бы вы хотели, не таким модным. Но главное, чтобы оно соответствовало задачам, целям целевой аудитории. Если говорить про аккаунты, например, психологов, маркетологов, каких-то коучей, у них, как правило, не очень красивые аккаунты. У них все запито какими-то дурацкими обложками, дурацкими заголовками. Но это очень удобно для пользователей. Инстаграм. Тут, на самом деле, очень простые пунктики, которые просто можно как чек-лист тоже запоминать для себя. Настроенный бизнес-профиль, начиная с этого. И корректная тематика, корректное имя, корректный никнейм, там, не лакост, 1, 2, 3. Хайлайт и сториз. Насколько они, опять же, отвечают запросам пользователя. То есть, если это магазин одежды, то важно для человека понять, что сколько стоит. Есть ли скидки, отзывы, может быть, и где найти, например, магазин. То есть, если это институт, понять, чему учат, сколько это стоит. Есть ли бюджетная форма обучения, кто его окончил и другие вопросы, которые, опять же, могут возникнуть у вашей аудитории. Можете пройтись по тому же, по той же табличке, например, и для себя выписать, какие вопросы задает этот человек, когда заходит на наш аккаунт. Например. Тогда будет проще придумать, что писать в хайлайт. Не то, что написали конкуренты, а то, что ответит запросу пользователей. Хэштеги. Хэштеги. Есть три функции хэштега. Имиджевые. То есть, например, ваш собственный. Например, я училась на пиаре, и мы, например, по сути, моя дипломная работа была о продвижении нашей кафедры, поэтому мы придумали свой хэштег PR One Love, продвигали его, и об этом был мой диплом в том числе. То есть, какой-то хэштег, который продвигает вас как бренд, как организацию, которая будет, например, в случае с образовательной темой, будет важным для ваших студентов. И, например, какой-то связанный с вашим просто названием. Условно, Казан Юниверсити и так далее. Навигация. Это то, что помогает сориентироваться пользователям в вашем контенте. То есть, отзывы отдельно, например, институты отдельно и так далее. Какая-то рубрика, которая у вас будет повторяться, вы ее можете вытащить в отдельный хэштег. Поисковый запрос. Например, вы приезжаете в город Нижний Новгород, вам нужно нарастить реснички, вы не знаете никого, и вы вводите хэштег реснички Нижний Новгород, например. Такому же принципу, как правило, пользователи иногда ищут. Если ваш хэштег помогает пользователю сориентироваться в информации, то используйте его. То есть, хэштег «осень» не очень подходит для того, чтобы условно показаться своей аудитории. Поэтому лучше использовать вот три вида хэштегов. Превью профиля – это то, как выглядит аккаунт со стороны, насколько он гармонично смотрится, насколько картинки выходят из-за рамок или не выходят. Лучше, чтобы все-таки на превью, на внешней картинке аккаунта было видно заголовки, если они есть, или было видно, о чем пойдет речь в посте. Ну, например, это некоторые наши аккаунты. Где-то мы делаем рамки, где-то мы делаем вот такие рамки. Сейчас вообще все уже уходит от рамок. Где-то мы делаем тонкие рамки, где-то мы делаем более шумный контент, потому что такой бренд – самая важная оперативная, честная, открытая, обратная связь. Это будет в следующей презентации про тренды. Это, на самом деле, будет всегда. Чем лучше и качественнее, быстрее вы отвечаете на вопросы, тем лучше для вас, и тем приятнее для пользователей, тем выше они вас ценят. И в целом на SMM это хорошо сказывается. Как выглядит план на месяц, например? Мы берем календарь на месяц и расставляем по нему разные важные для нас даты, определяя, какой это при этом день недели, и напоминая себе о том, что у нас есть рубрикатор. Если он, конечно, вам в принципе нужен. Иногда бывает, что рубрикатор не нужен. Если говорить, например, про Минмол, то у нас есть рубрики «Молодой герой». Это примерно раз в месяц интервью с кем-нибудь из молодежи, кто сделал что-то значимое, как правило. Рубрика «Места молодых». Это, например, какие-нибудь молодежные места в разных городах Татарстана, о которых мы рассказываем иногда, привязываясь к инфоповодам. Есть рубрика «Различные инструкции гиды». Мы их привязываем иногда к праздникам, иногда просто так, понимая, что у нас неделя без различных праздников. Тут можно посмотреть на календру, на других ресурсах, различные праздники, в том числе тематические, которые повлияют на вас. Я думаю, в случае с образовательной темой это особенно важно, потому что есть много праздников, день бухгалтера, день экономиста и так далее. Это как-то можно особенно обыгрывать, делать спецпроекты, делать какие-то полезные подборки для своей аудитории. Как можно продвигать свое сообщество? Во-первых, через партнерство. Это особенно свойственно некоммерческим брендам и госструктурам, и образовательным структурам. Партнериться либо с тематическими брендами, либо с другими структурами, либо с лидерами мнения в своей сфере. То есть если вы институт или университет, вы можете дружить со своими выпускниками. Я думаю, это самый надежный формат. Конкурсы тематические, желательно, с некоммерческими подарками. История о том, что если вы разыгрываете поход в какой-то соседний ресторан, как правило, возникает вопрос, почему именно он? Если говорить, например, про госструктуры, могут задать вопрос, почему не было тендера для того, чтобы выбрать победителя, который станет у вас фигурировать в аккаунте. То есть мы ввели аккаунты мэрии Казани, и там было важно объяснить, почему мы разыгрываем именно этот подарок, например. Так как все там звучит по принципу «это на наши деньги», поэтому очень важно соответствовать запросам аудитории. Таргетированная реклама – это, в принципе, большая тема для целого интенсива, наверное, чтобы понять, как она работает. Но суть в том, что таргетированная реклама позволяет нам настроить свое объявление на узкую группу людей по различным параметрам, в том числе по набору из тысячи человек по номерам телефонов, просто какой-то выборки по географии, по образованию, по интересам и так далее, по подпискам, если говорить про ВКонтакте. ВКонтакте позволяет спарсить аудиторию, то есть взять конкретную аудиторию, которая состоит в определенной группе, и из нее еще вытащить, например, выборку по возрасту, интересам и так далее. То есть это может быть узкая группа. Посевы – покупка публикаций в других сообществах, то есть городские сообщества типа Казань, куда пойти, тематические сообщества, то есть там интересная наука и так далее. Лидеры мнений. То есть это и про выпускников, и про людей, которые играют значимую роль в медиапространстве для вашей аудитории. Важный пункт – качественные спецпроекты, если вы их делаете. Мы их, как правило, привязываем к инфоповодам, к каким-то датам значимым, событиям. А, об этом особо ничего нет, поэтому это пока все. Как создается контент? То есть если, например, у вас нет возможности делать съемку, хотя речь об этом тоже есть, то есть вы собираетесь писать про то, как у вас обучаться и так далее, то мы, например, иногда проводим специальную съемку для того, чтобы было под чем писать. Если у вас нет такой возможности, вы используете репортажи, UGC – это пользовательский контент, то, что делают ваши подписчики или люди, которые у вас занимаются, учатся и так далее. По факту клиенты. По хэштегу, может быть, они что-то выкладывают. Дизайн эмоушен – это вот отрисованная, опять же, специалистами визуальная история. Как подавать информацию? Это тоже суперпримитивный слайд, просто чтобы вы помнили, как это бывает. По заголовкам текста в описании. Удобная карусель. То есть люди любят карусели, потому что удобно читать, и это можно сохранить. Видео эмоушен и фото, и текст под ним. Фото, и текст под ним не очень практично, зато красиво. Как вы побудете пользователей делать фото, поощрять их за это? Если вы, например, нацелены на то, чтобы у вас был UGC – user-generated content, то есть контент, который делают пользователи, находясь у вас. Выкладка первой фотографии самим. И офлайн таблички, щиты, какой-нибудь хэштег на зеркале и так далее. Если вы пишете, на этом месте сидел кто-нибудь уважаемый, сфотографируйся тоже, или там выложи это по хэштегу и получи что-нибудь и так далее. Разные способы для того, чтобы получать контент от пользователей. Вот зачем нужны хэштеги, об этом я рассказала. Как часто публиковать посты? Оптимально один пост в один-два дня зависит от количества новостей. Как правило, например, в госструктурах очень много разных новостей, и их приходится публиковать слишком часто. Но по возможности старайтесь вводить это в сториз, или даже в сториз со ссылкой на сайт, если у вас больше 10 тысяч подписчиков. Потом объясню, почему это так работает. Опять же, про алгоритмичную ленту. Сториз. Что можно публиковать в сториз? Репортажи. Главное, снимать вертикально, потому что сейчас уже моветон снимать горизонтально в сториз. Игры. Если у вас есть возможность прорисовывать, то прорисовывать. Если не прорисовывать, то просто выставлять какие-то интерактивы, опросы, голосование и так далее. Отдельно голосование. Подводки. Например, вы выложили что-то в ленту. Это, например, вы хотите, чтобы больше людей это увидело. И вы закидываете это в сториз и пишете, что сегодня прошло вот это. Посмотрите, как это было. Прямые эфиры. Что любят пользователи? История реальных людей, их отзывы, открытость в соцсетях, когда все по-честному и как оно есть. Возможность высказаться и быть услышанным. И получить от вас ответ и обратную связь. Не назойливость. Не продавать в лоб и не убеждать людей совершать какое-то целевое для вас действие, потому что не для этого созданы соцсети. Полезная информация и, конечно, подарки. Полезная информация – это ключевое, для чего существуют соцсети. Они должны быть полезными и отвечать запросам пользователя. Что еще любят пользователи? Видеоформат, вертикальный формат. Об этом чуть-чуть тоже будет попозже во второй презентации. Полезные приложения для создания видео. Можете сфотографировать этот слайд. Самое популярное и удобное – InShot. Это просто любимое приложение всех наших SMM-щиков. Оно очень многофункционально. То есть можно накладывать голос и оставлять видео ряд другим. Можно фото совмещать с видео, открывать одно в другом и так далее. Если есть платная версия, можете не бояться. Вот это всего. Самая комфортная платная версия. То есть стоит того только в InShot. Просто я покупаю все платные версии всех приложений, чтобы их проверять. Полезные приложения для создания Stories. Как правило, вот Unfold – самое популярное. Для того, чтобы самостоятельно делать дизайн из того, что есть. Кира Кира – самое бесполезное. Это просто тут есть с блестяшками. И что читать? Коса.ру – сайт об интернет-маркетинге. Лайкни.ру – сайт об SMM, русский маркетинг и другие телеграм-каналы. Сайт Денейтив и блог Денейтив. И его подкаст, полусладкий подкаст. Состав.ру – это сайт для пиарщиков и маркетологов. Виси.ру – сайт для бизнесменов и маркетологов. И своя лента в соцсетях. Потому что, как правило, там есть много всего актуального. Потому что это то, что вам полезно. Есть ли у вас вопросы? Да, есть. Микрофон можно? Как вы относитесь? Вот вы приложение там назвали, а вот конва для того, чтобы… Оно тоже хорошее приложение, многие делают в конве. А просто мне назвали, может, там не нравится или как-то… Нет, нет разницы. Есть ли еще вопросы, может быть, по вашим конкретным примерам? Я думаю, что у нас есть время. По-моему, много времени. Ну, нет, 40 минут. А, еще вопрос. Вот к поводу портрета истории. Насколько можно эффективно продвигать Инстаграм, если не создавать портрет истории именно вот так вот досконально? То есть просто выкладывать там различные рубрики, ну, примерно понимая, какая населевая аудитория. Если у вас есть понимание, в принципе, не обязательно. Просто это самый удобный инструмент для того, чтобы разобраться, как это работает и как выявить рубрикатор. То есть это просто более сложный инструмент для того, чтобы вы лучше сами аналитически поработали. То есть даже если вы сейчас уже что-то эффективно выкладываете, можете просто пересмотреть. Может быть, вы таким образом к чему-то новому придете. То есть это такой вид мозгового штурма. Есть еще вопросы? Может быть, на ваших примерах так будет проще. Мы можем делать свайп только когда у нас 10 тысяч подписчиков. Может быть, из вашей практики как можно эффективно применить нечто подобное, обойдя эту систему? Можно как-то? То есть понятно, что мы можем размещать активные ссылки в шапке профиля. Что мы можем еще сделать, кроме этого, чтобы как-то разместить какую-то активную ссылку? Можем или нет? Ничего, по сути. Тут надо и правда набрать 10 тысяч подписчиков, либо разместить активную ссылку в описании профиля. Ничего там не поделать. Можете активную ссылку на самих себя поставить, может быть, чтобы люди быстрее к вам перешли. Но, в принципе, других способов не бывает. Дадите микрофон? Я и так слышу. Научная библиотека КФО, группа про Лобачевку. Мне вот интересно, именно в Инстаграм мы столкнулись с такой ситуацией. Если в ВКонтакте, допустим, можно пожаловаться или еще что-то там, мы столкнулись с такой ситуацией, что фотографы просто по навигации, то есть это была платная съемка, была платная съемка вообще в национальной библиотеке, не в библиотеке КФО, а поскольку мы закрытая библиотека, пропускная система, они указывали, то есть навигация у них просто показывала, что это научная библиотека КФО, и они у себя в Инстаграм так публиковали. Конечно же, мы получили замечания от своей дирекции и попытались, то есть вот каким образом можно воздействовать в этом случае. То есть я попыталась связаться с фотографом, я связалась с ним, благо человек оказался вменяемый, он все исправил, все сделал, но бывают такие ситуации, что не идут на контакт. То есть каким образом нам в этом случае можно поступать? То есть есть какие-то такие воздействия в Инстаграм? Ничего такого особенного вроде нет, можно только просто нажать «пожаловаться», выдает контент там «не за свое» и так далее. Но мы сами это не пробовали делать, то есть мы ведем очень много ресторанов, как правило, все маникюрные салоны, эпиляции, женские какие-то непонятные бренды отмечают, приют «Холостяка», «Хинкальную», все наши заведения в локации к своим подмышкам и прочим. Мы, конечно, очень недовольны, тоже все время хотим пожаловаться, но в принципе на это особо не пожаловаться. Но в Инстаграм нет такой возможности. Да, там это просто, можно сказать, извините, я здесь географически находился и поставила геолокацию. То есть нет никакого инструмента воздействовать на них, там жаловаться на них за это. Если только вы просто начнете жаловаться на их контент, на порнографию и так далее. Инстаграм не всегда проверяет все жалобы, и если больше 10 жалоб, он может что-нибудь сделать с этим аккаунтом. Все понятно. Спасибо. У меня есть даже вопрос, комментарий. Поскольку я возьму только на себя ответственность, немножко уже знаю нашу свою историю, у кого какой опыт, хотелось бы остановиться на некоторых моментах. Вот Регина сказала про парсинг. Вы, наверное, просто стесняетесь и не задаете эти вопросы, но это на самом деле важный момент. Что такое парсинг? Ну, чтобы поподробнее ты рассказала. Про UGC, что за термин и как вообще его использовать. Потом про превью профили. Это важный момент. Превью профили – это вот эта плитка. Мозаика. Да, вот эта мозаика. Вы должны открывать, смотреть, как это все выглядит. Тоже момент важный. И про карусель. Все ли понимают про то, как закидывать текст в карусель? Вот эти четыре момента, если можно. Если все это знают, то классно. Если присоединяетесь к вопросам, то вот чуть подробнее про каждый пункт. Первое про парсинг – это инструменты с ВКонтакте. То есть это способ собрать аудиторию в список из участников определенного сообщества. То есть, например, в 2017 году мы продвигали казанский марафон в 2016 году, когда он был первым большим шумным. И нашей задачей было вместо тысячи человек набрать 10 тысяч человек. И мы всеми способами анонсировали казанский марафон. И, например, тогда ВКонтакте был вполне себе очень рабочим инструментом. И мы использовали как раз тот самый парсинг. То есть вот этот способ собрать аудиторию в список из участников группы с помощью программы «Церебрый таргет» либо «Таргет Хантер», по-моему. Ну, «Церебрый таргет» точно. Можете записать себе как инструмент. И, например, нам нужно было выявить несколько групп аудиторий, на которые мы ориентировались. Первое – это как раз активисты, участники сообществ «Солед», что там еще, «Лига студентов» и так далее. Мы собрали всю эту аудиторию и показывали им разные объявления. У нас было голосование, кого будет больше из «Лиги студентов» или еще откуда-нибудь. И было видео, на котором руководители этих организаций говорили «Я побегу», там «Солед» побежит марафон, «Лига студентов» побежит марафон. И мы превью с их фотографиями их руководителей ставили на обложку «Таргета» и писали «Поддержи, Лигу студентов, там, ваш самый главный парень бежит». И поэтому люди переходили активно. Это вот первый способ. Это первый вид аудитории. И вторая аудитория – это, как ни странно, фанаты Басты. Баста бежал в марафон, и мы показывали фотографию Басты в футболке. Опять же, партили аудиторию из сообществ Басты. Выделяли из нее удобную для нас по географии и возрасту, и ей показывали соответствующее объявление. И так далее. Это способ, опять же, показывать более целевое объявление более целевой группе пользователей. Инстаграм, в принципе, сам позволяет неплохо таргетироваться, но ВКонтакте в этом плане гораздо сильнее. Единственное, сейчас просто Инстаграм как соцсеть гораздо более развит, чем ВКонтакте. Второе – это UGC, User Generated Content. Это фотографии, которые делают сами пользователи. Будет в следующей презентации пример. То есть, условно, Apple полностью состоит из UGC. Они не выкладывают фотографии, это телефон, смотрите. Они выкладывают, смотрите, какую фотографию делают наши пользователи с помощью нашего телефона. Вот, это как раз UGC. Мы, например, вели сообщество парки Татарстана, и они почти целиком состояли из UGC. То есть, люди в Лицском саду, люди на Черном озере и так далее. Мы выкладывали это, там, отметочка, такой-то человек в нашем парке. Мэрия Казани тоже по такому же принципу. Мы придумали хэштег «Живу в Казани», сказали, это официальный хэштег, вы можете попасть в нашу подборку. И люди выкладывали хэштег «Живу в Казани», и это был тот самый UGC. Какое еще третье слово? «Превью». «Превью» — это вот то, как выглядит профиль со стороны. То есть, вы заходите в аккаунт, первое, что вы видите, то есть, там, аватарка, вот эти хайлайты, и идет потом огромная плитка «Три на бесконечность». Вот мы всегда следим за тем, чтобы вот эта плитка красиво складывалась, чтобы она была приятной глазу. Это важно для пользователей. Какое еще? И четвертое — про карусель. Ну, это на самом деле важный вопрос. Если вы закидываете лонгриды в Инстаграм, то можно делать это в заметках, можно делать, ну, вот где делаете вы, и как это делать, чтобы он не слишком мелко и красиво? Мы рисуем в фотошопе, как правило, все, и просто можете посмотреть наш агентский аккаунт, он там скромный аккаунт, в котором почти все состоит из каруселей. То есть, есть обложка, и есть там, условно, не из наших примеров, там, пять фильмов на этот вечер, и там, один, там, такой-то фильм, какого года, и так далее. Все это на одной картинке. Следующий слайд — такой-то фильм, можно это с видео, например, делать, подпись, какого года, и так далее. Это удобно для пользователей, они полистали, посмотрели, и вот у них готовая подборка, они ее сохраняют. Можно делать через все эти приложения для создания дизайна, но можно, в принципе, делать только обложку и все остальное скриншотами из заметок. Но мы так не делали. Это такой блогерский способ, как раз я говорю, блогеры не всегда делают, блогеры и разные полезные блоги о чем-нибудь не всегда делают красивый контент, они делают его исключительно полезным. В принципе, люди иногда, когда понимают, что у них не влезло в описание, делают подборку из нескольких картинок. Все равно непонятно, о чем я говорю, да? Понятно. Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, тогда устроим перерыв и возвращаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!